Дорогие друзья, у нас в гостях заслуженный врач России, главный онколог Сибирского федерального округа, главный врач областного онкологического диспансера, доктор медицинских наук, профессор Виктория Владимировна Дворниченко. Виктория Владимировна, доброе утро, здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро, но я можно немножко замечания сделаю? Да хоть два. Я не предупредила, что я теперь президент Ассоциации онкологических учреждений Сибири и Дальнего Востока, а главным онкологом у нас стал Чизонов, это Томск, это научно-исследовательский институт онкологии. Поэтому, чтобы вдруг куда-то что-то ушло, не обижать людей, должна быть точность в названии наших регалий. То есть вас можно поздравить, это же все-таки как-то такое... Год я уже президент. С небольшим напомнением. Нормально, просто точность, я люблю точность. И как говорит наш президент, правду. Самое главное, точность и правду. Мы надеемся на точные и правдивые вопросы в нашем интервью. Пожалуйста, ближе к делу. 21 век на дворе, а вроде как современные технологии развиваются с невероятной скоростью, но все-таки проблема рака еще тревожит и жителей нашей земли. Почему еще до сих пор не создана вакцина от этой болезни? Она и не может быть создана. По той простой причине, что онкологически все заболевания, практически всех наших клеточек, получают название хроническое заболевание. Мы с вами рождаемся с клеточками, которые не успели погибнуть. И на их замену приходят здоровенькие клеточки. Так организуем наш механизм работы человека. Поэтому мы спокойно говорим, что когда много говорим о злокачественных образованиях, это болезнь старости. На самом-то деле болезнь старости. Почему человек доживает до того, что у него какой-то орган больше, какой-то орган меньше, могут почти все органы пострадать от жизни нашей. Так, если говорить по тем всем вопросам. А раз пострадали, значит, они уже работают, клетки наши не так, как надо, и получается, что в конечном итоге мы приобретаем ту или иную злокачественную обухоль. Вот посмотрите, берем рак легкого, курит, не курит, родился, растет, работает на вредном производстве, на хорошем производстве. Но возникает эта клеточка. Вот что-то толкнуло в организме на эту клетку, чтобы она делилась и быстро создавала клан или большую опухоль. Но для того, чтобы опухоль мы диагностировали более двух сантиметров, она в организме развивается 25 лет. Ничего себе. Поэтому, когда мы говорим и пугаем, что вот, товарищи, растет, да, заболеваемость увеличивается, у нас с вами увеличивается продолжительность жизни, у нас с вами старение наступает. Почему в молодом возрасте, это вот мое мнение, я думаю, оно подтвердится на научно-исследовательских различных наших работах, о том, что в молодости мы с вами имеем такие органы, которые как бы стареют. Ну, берите, вот рака шейки матки у девчонок, у женщин не должно быть 30 лет. А раз мы сейчас, ну, ведем хорошую сексуальную жизнь, получаем активную, хорошее слово, огромное количество бактерий, и бактерии являются причиной воспалительного процесса. А вот клетки наши не любят воспалительный процесс, они начинают бороться, возникают различные варианты наших изменений, дисплазия, пролиферация, атипия, и все. И если женщина не лечит эрозию шейки матки и не приходит ежегодно на исследование, она в раннем возрасте в течение 10-15 лет от труду может получить опухоль шейки матки. И опять же, шейка матки по щучьему велению не растет, опухоль не увеличивается, а все опять десятки лет. То есть у каждого из нас есть время на профилактику, у каждого из нас есть возможность предупредить опухоль, лишь бы была информация правильная от нас, как онкологов, и также желание у человека жить долго и быть здоровым. Вот смотрите, сердечно-сосудистые заболевания у нас два, даже больше теперь, раз больше. И на первом месте стоит и смертность, и заболеваемость. Но мы о ней же много не говорим, но знаете, когда человек умирает, так здорово звучит, как гордый инфаркт миокарда. А вот когда человек погибает от тяжелой нашей, у нас смерть тяжелая. Вот смерть тяжелая, почему? Потому что мотор наш работает очень длительно и хорошо, а клеточки уже забили весь организм, метастазы, сама опухоль, и получаются проблемы. Поэтому я считаю, что проработав много-много лет в диспансере, пролечив огромное количество людей, которые живы, через 40-30 лет которых я лечила, можно сказать, что это хроническое заболевание излечимо. Но как любое заболевание, любое, оно любит раннюю стадию, раннее проявление, раннее заявление. Поэтому, когда мы говорим о качестве оказания медицинской помощи, конечно, мы сейчас много говорим о профилактике многих заболеваний, в том числе и онкологии, но организация должна быть этого процесса очень-очень хорошая. Нам удалось вот в конечном итоге добиться, пока даже финансирование неполное идет, скрининговые программы внедрить на территории Иркутской области. Мы занимаемся профилактикой колоректального рака. Есть у нас такой скрининг, который мы проводим, аппаратура современная. Дальше мы занимаемся жесткостной цитологией. Для чего? Для того, чтобы у нас с вами рак шейки матки был на ранней стадии. И вы знаете, мы победили. У нас было 60% запущенности в течение последних лет. А вот 2 года это уже 40, еще меньше двигаемся. То есть сейчас уже женщины заинтересованы, чтобы у них не было такой опухоли. Приходят, санируются, то есть помощь идет на полном объеме. Дальше, значит, профилактика идет пристательной железы. Если бы немножко ослабили, а как ослабили? В диспансеризацию входило обязательно определение маркера ПСА. Потом Изра в России решил убрать это. Все у нас количество людей, обращающихся к нам с какими-то вопросами и с жалобами, сократилось. И вот статистика, которая у нас достоверная будет только, наверное, в марте. Почему? Потому что сейчас мы говорим, смертность у нас гораздо выше. По сравнению с прошлым годом, даже вот, получается, в прошлом году было 208 на 100 тысяч населения. А в этом году пока предварительно по стату 211. Но там будет приведено в соответствие, потому что там очень много различных вариантов работы. И тогда у нас будет уже, так сказать, по нашим расчетам, получается 209. Вот на 1% увеличение есть. Какие у нас заболевания дают такой высокий процент смертности? Рак легкого. У нас запущенный рак легкого идет 500-450 человек в год, где мы помочь не можем. Как я уже сказала, опухоль появляется долго, время есть. Но человека ничего не беспокоит. Его терапевты по месту жительства назначают компьютерную томографию, эндоскопическое исследование, которое, даже хотя бы рентгенографию, если бы это делалось системно, и для выявления туберкулеза, и для выявления злокачественных образований, было бы гораздо быстрее. Но вот сейчас эта проблема актуальная. Мы готовим уже, так сказать, методические рекомендации и возможность алгоритма, чтобы ранняя диагностика на местах по раку легкого желудка в предстательной железе в водочной кишке была обязательна. А вот, кстати, Виктория Владимировна нам звонила телезритель и спрашивала, как поступать тем людям, которые живут в отдаленных районах, но хотят пройти исследование. Понятно. Вот теоретически, значит, они должны обращаться к терапевту, фельдшеру по месту жительства. У нас с вами, они имеют многие, почти все уже больницы наши районные и городские, имеют эндоскопическую технику, имеют рентгенографическую технику. И мы теперь советуем пока даже не выезжать в Иркос, потому что это надо ехать в диагностический центр, который платно, мало бесплатно сделает по квотам исследования, тем более здорового человека по направлению. Вот я принять таких людей не могу, потому что моя больница занимается до диагностика, уже мы доделываем, досматриваем то, что нам необходимо в постановке стадии лечения и лечения. И, по крайней мере, осмотр тех больных, которых мы вылечили, издаленные в территории. А это, в принципе, значит, получается таким образом. Цитологическим женщинам мы можем оказать помощь, если правильно у нас будет работать. Даже Жигаловская, даже вот Мамско-Чуйский район и все отдаленные территории. Дальше рентген сделать тоже могут. Дальше, значит, осмотр кожи могут, полость рта уже могут, но не могут томографию. Но если они будут, и мы просим теперь уже сотрудничать, пересматривать рентгеновские снимки мы должны, пересматривать маммографию в каждом районе, исключение только Балаганский район у нас имеет, где мы тоже поставим маммографическую установку и присоединим ее к себе. Здесь мы будем сами пересматривать. Не надо к нам приезжать и давать сигнал. То есть мы сейчас пытаемся помочь обследованию по профилактике территориям. Но все будет зависеть от людей. Если они пойдут в большой компании и будут просить и как-то стимулировать работу лечебных учреждений, я думаю, мы поможем, и у нас получится. А так, в принципе, безусловно, на профилактику у нас получаются платные с вами услуги. Если нам удастся построить центр профилактики рака, то человек... Там недорого будет, потому что если там надо сделать все обследование, но это делается раз в пять лет, кое-какие обследования для мужчин и женщин нужно делать ежегодно. Тогда у нас более-менее будет это все устроено. Люди ждут, я поняла уже. Критики, конечно, разные много, но, по крайней мере, я думаю, мы добьемся и сделаем. А дальше уже будет видно, надо ли еще один такой центр, или достаточно будет, чтобы работа была актуальной и верной. Хорошо, Виктория Владимировна, вот мы много говорим про профилактику, про какую-то раннюю стадию выявления. Давайте расскажем нашим зрителям, что все-таки нужно конкретно делать. То есть, допустим, это какие-то меры, да, то есть вот на маркеры кровь сдаем, мы знаем, да. Еще есть какие-то возможности выявления на ранней стадии, чтобы действительно не запускать и чтобы как-то выявлять... Ну, во-первых, каждый человек в семье, вот, хорошая профессия была бы семейный врач. Почему? Потому что он бы знал и помогал любой семье, начиная от детей до взрослых. Но такого пока не утряслось у нас в России. Поэтому каждый человек должен сам знать. Если есть наследственность и кто-то болел злокачественными опухолями, то я бы считала, что с 45 лет уже нужно идти куда-то обследоваться и маркеры сдавать по ПСА. И обязательно ходить к гинекологу, который должен посмотреть молочную железу женщины и провести скрининг по шейке матки. И посмотреть вообще женские половые все органы в отношении и УЗИ, и осмотра. Да. Дальше, если была патология, если близкая была к молочной железе, то обязательно точно гинеколог должен быть практически семейным врачом у этой семьи. Дальше, значит, надо в конечном итоге я бы сделала первое такое, первое обследование, большое компьютерную томографию от макушки, как я говорю, до пятки. Посорить кожу. То есть обследоваться должны люди везде. Поэтому, когда пока немножечко получается такой не очень удачный сброс, экспериментировали мы мои люди, с которыми я общаюсь, здоровые. Они приходили к терапевту и говорили, что, знаете, я бы хотела обследоваться. Вопрос. А у вас что-то беспокоит? Нет. Вот когда вы беспокоите, вы придете. То есть вот смысл нашего разговора теряется в тех амбулаториях и в тех поликлиниках, в которых не готова еще вот сама система работать. Хотя, опять же, есть поликлиники, конечно, которые очень загружены. Берите Иркутс, вот первая поликлиника, там большое прикрепленное население. Вот. А, в принципе, брать районные в 3-4 уже никого нет. Ну вот давайте организуем ту работу по ранней профилактике, которая будет необходима вот именно для этих целей. Поэтому человек должен сам. Не получается? Звоните ко мне, приезжайте, поговорим, наладим и сделаем. Но делать надо вместе. Не просто дворниченке это надо или он к диспансеру, а каждому человеку. И давайте отрабатывать. Если, так сказать, писать жалобы в правительство и в Минздрав, и в наше, все равно все приходит к нам. И поэтому целесообразнее решать на месте, я думаю, удовлетворение будет полное у людей. То есть делать это заблаговременно? Конечно. Никогда уже стукнуло по голове? Вот, понимаете, вот вопрос, который мы обсуждали на платформе, будучи в Москве, был первый. А почему медицина в России хуже, чем за рубежом? А кто это сказал? Давайте углубимся. Оборудование то же самое. Подготовка врачей? Да. Доступ врачей к действию лечебному, к своей медицинской обязанности строгая. С десятилетней подготовкой, постоянным совершенствованием. Медицинские сестры имеют высшее образование, культура, желание и боясь сделать ошибку. То есть русский менталитет. Да, и получается, мы готовы, мы готовы. Почему мы вот, например, вон в диспансерии говорят, а зачем это надо? Столько иностранцев приезжает, такие учебы, такие эти самые различные конференции. А это, понимаете, обучение идет постоянно. Надо обязательно, и наши туда выезжают. Они видят на самом деле, как это работает. И поэтому получается уже потом связь с человеком здоровым и с больным уже другая. Вот там высший пилотаж работает. Там миссии другие. У нас качество и пишем. А там миссия добра, выздоровления. Но они осторожны. Лечить в четвертую стадию они не будут. Народ, выезжая с четвертой стадией заболевания любой локализации в любую страну мира, получает, тратит деньги, получает за выписку химиотерапия. Все, она везде одинаковая. Хорошо, но будем надеяться, что вот эта самая культура перейдет на... Спорт, здоровый образ жизни. Хочешь выпить, пей немного. Хочешь бегать, бегай с умом. Много. Кушай, что хочешь. Никаких специальных рецептов нет. Пишут очень много различных вариантов. Человек должен жить, как ему запрограммировано, выше. И он должен этим пользоваться. Тогда он будет вечно молодой, здоровым. А есть еще и наследственность, такая, знаете, устойчивая. Ну, не дождется, Рак. Сто лет проживем, а потом подумаем. Здорово. Вот на такой ноте я предлагаю завершить наш интервью. Спасибо большое за то, что пришли. Как-то вот, когда от профессионала слышишь обнадеживающие факторы, как-то начинает и жить спокойнее. Оживите спокойно. Будьте здоровы. Верет отсюда надежностью какой-то. Спасибо. Будьте здоровы. Спасибо большое. В гостях была заслуженная врач России. Виктория Владимировна Дворниченко, доктор медицинских наук, профессор. Поговорили про сложную тему, но верю в радужное будущее. Хорошее будущее. Да. И продолжаем наш программ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова